Майнив, но с вами, всем привет, и сегодня у нас реакция на Брайан Мапс, и называется видос Тройное путешествие в Китай, Гонконг и Корею, вот так вот по азиатским странам побывает, точнее Гонконг, часть Китая же, не? Понравь смотреть, будет интересно, там где-то мышка моя, где моя мышка? А вот она, потерял. Привет. Дарова. Я много не было, потому что я был в Китае. Да, неожиданно, даже для меня. В свете последних событий, нужно быть готовым ко всему. Да. Лошадь вайпс. Мы с ребятами уже давно планировали куда-то слетать, и даже инцидент, произошедший со мной Настей в предыдущей нашей поездке, никак не повлиял на нашу мотивацию путешествовать. Сделай вид, что фотка у тебя, типа, ой, блядь, это прямо на видео попало. О, это момента-то жесть. Долго думали и не остановились на Китае. Азия так и не отпускает. А после того, как я пересмотрел наш влог с Японии, мне в голову пришла мысль позвать с нами и Катю. Тем более, сделать мы это хотели с Настей еще очень давно. Сразу после Японии мы втроем договаривались о новой совместной поездке, но потом стукнул ковид. Ну, вы помните. Короче, я написал Кате, она согласилась. Плюс к нам присоединился Олег, друг Насти. И мы впятером отправились в Пекин, в столицу Китая. Это была наша первая остановка. Да, в этот раз мы посетили не одну страну. Первым стал Пекин, потом Гонконг. Побывать я там хотел еще с детства, потому что в каком фильме я бы не видел Гонконг, всегда он чем-то меня привлекал. Ну да, он интересен по-своему. Блин, да, прикольно было побывать там. Вообще, прикольно побывать было во многих санкций. Так хочу путешествовать, капец. С ожидания или нет, увидите. Третьей точкой стала Корея. Нет, другая. Я знаю, что в Северную сейчас тоже можно полететь, но как-то не очень хочется, знаете. А последним стал город, в который мы изначально вообще не планировали лететь, но кое-какие обстоятельства сподвигли. Нас отправятся сюда. Ну, знаете, какие. Этот влог я хочу сделать вот в таком формате, с моими комментариями и пояснениями, потому что если бы я смонтировал это как обычный влог, вы бы ни хрена не поняли. Как и я, собственно. Да, по мне видно, конечно, что я не спал всю ночь. А еще в Китае часовой пояс. Такой, ладно, идеально выглядит, такой по мне видно, что я не спал всю ночь. Уже идеальные люди. Да, зато теперь по возвращению у меня наконец-таки нормальный человеческий режим. Наверное, за последние лет пять. Че за бред? Че? Бредовый фильм. Ёлка с Мариом. А че? Ёлка. Гарри Стайл. Бион. Нет, а где с... Че мы здесь? Смотри, гости из будущего там. Круто. Смотри, Слава. Круто. Реально нет. А, бандерекша. А лсу смотри. Как ты сделал? Покажи еще раз. Сейчас наушники дали. А вот же. Ааа. Это реально айтишник. Ха-ха-ха. Айтишник. Идеть в самолете и думать о пилоте, чтобы... Блять, я все ступаю, что-то наложено. На этих кадрах вы можете видеть, как Ян усердно пытался подобрать себе что-то подходящее по его статусу. Папа-мама-гуси, нормально. Пекин. Ой, такой вайп классный. Самолетик. Перелет. Да, такой вставший. Что-то новое, так и все интересно. Этот паспорт-контроль дурацкий проходить. А потом ты выходишь и так интересно, классно. Хотел сказать, что это, в принципе, один из самых легких 8-часовых перелетов. О-о-о, как-то мило. Если бы ему кто-нибудь сказал, что его следующий перелет станет наихудшим в его жизни... Ха-ха-ха. Ну ладно, до этого еще дойдем. В поле он накинул, жесть. Радует уже одного. Как туалет. Пока что у них нормальный унитаз. Да? Без кнопочек? Да, не как-то склонничное. Зато сухо. Да, у меня был горький опыт в Таиланде. Думаю, вы помните. Я нажимаю на эту кнопку, и, в общем, там включается огромный фонтан из унитаза прямо на меня. Таиланд вообще принес много травм психологических. Но я все равно почему-то хотел бы туда вернуться. Вот придурок. Далее мы прошли миграционный контроль. Ну, это какая эмоция? Что могу сказать? Аэропорт красивый у них. Да, красивый. На седьмом месте по площади в мире. Ну, ну ладно, я думал, это как-то будет покруче звучать. Седьмое место. Флоп! Да нет, круто седьмое место. Сколько стран-то? Как только аэропортов. Старая. Как у них дома нахер находят. Да, теперосоветская расстройка. Огромное количество советской архитектуры. Иногда, когда я шел по улице, я будто бы на мгновение оказывался в какой-нибудь Самаре. Дороги равнейшие, равнейшие. Я сам в Самаре, поэтому мне можно так говорить. Вот для сравнения два снимка. Какой из них был сделан в Самаре, а какой в Пекине? Ну, по-любому, Самара справа, а Пекин слева. По-любому, неправильно ответил, да? Нет, правильно. Вот так вот. Там в лифте пылесос попался. Ой, пылесос, робот. Ну и пылесос, и робот. А у меня мусор есть. Он с нами хочет поехать. Он знает, кто мы, он знает, где мы, он знает, с кем мы. Он такой умный. Он знает. Он много что знает. Это мусорка? Это мусорка. Может, доставщик типа чё-то, типа еды? Они захватят наш лет. Мы уже следуем за ним. Он покорил нас своей мелотой. И кто-то ещё сомневается, что роботы уничтожат человечество. Ну и пофиг. Зато они такие милые. 751. То есть там туда. Ковролинчик. Ковёр такой странный, будто бы кровь на нём, знаете. Такое странное. Интересное решение. Но оно симпатичное, но странное одновременно. Ой, у меня тут открылась менюшка класса. Я не могу продолжить видео про белый. Ты что, блогер, что ли? Стой. Погоди. Да, у кого у меня не семью было жить, да? Нет, кстати, а ты хочешь чисто... Дожить. Ты хочешь чисто, этот, Гонконг или... Ты хочешь ассорти? Та чушь какая-то. Ну, блин, звучит какой-то эфемизм, какой-то ужасный. Тарелку сосисок или... У меня два отдельных, скорее всего, будет. Ну, то есть, да. Пекин и Гонконг. Всё, погнали. Ну, чё всё номеров-то? Нормальный. Ещё где комнаты? Да, нет, тут жить можно. Хороший номер. номер нам попался хороший с одной с двумя раздельными кроватями и одной большой king size и соответственно встал вопрос тонненько что достанется новость не самая приятная потому что вот что происходит ночью когда я засыпает он сам записывал для себя я тоже храплю оказывается довольно сильно мне ангелина ругает но я ничего не могу сделать блин у меня с носом есть некие проблемы поэтому ринопластику делать-то нельзя очки носить я не хочу делать ринопластику дорого и там отходников так долго и спать нельзя на боку я не могу спать не спать на боку если устраивать я говорю и толкай меня если начну толкни меня я проснулся обратно но зато храпеть долго не буду говорит мне тебя жалко готов на это поспорить ну так это коридор зеркало не пойму а это зеркало я тоже вот это коридор вот тут смотрите теннисная площадка какая то так здесь у нас душ такой вот душ здесь туалет с золотой мусоркой телефон в туалете если поболтать захочется алло меня пучит там просто телефон в туалете но это странно сейчас на случай да но так ничего странного там нет а не знаю это странно не думаю хватит с обзором номера потому что дальше там уже какие-то странные вещи начали происходить обои видимо не доклеили а это коврик какой-то а ну коврик для душа будет здесь с отдельной ванной короче катюк шокует ну ладно это мы и подогнали такую комнату но она же девочка качество что-то нашла наши паспорта теперь мы свободны мы можем лететь домой забирай северно-корейскую историю я на просто фотографии похожи как будто на северно-корейскую историю стал как будто на северно-корейскую не слушайте это маразм нет ребят наоборот вы послушали вот она ирония судьбы 5 лет назад мы проверяли мое зрение а сегодня хоп и у кати почти такой же минус как у меня понимаете о чем я у меня даже кстати старость не радость такая жизнь идея снять вторую часть этого видео но кое-что этому помешало дальше узнаете так опять этот вентилятор не надо это вообще-то настя взяла на меня попросила у меня свой именно этот номер хотел набрать в тот момент потому что мне определенно нужна была помощь жить в номере с истинной белой американизированной девочкой задача не из простых и это сейчас не про катю если что ну печет тут знатно намного больше чем казалось изначально когда мы вышли из аэропорта в таиланде был не так минус красиво смазать дороги ровные наши страны так похожи такие же тети снимают что касается дядя если бы все были очень голодные поэтому после заселения мы отправились в ближайшую забегаловку в нашем случае это была обычная столовка с необычными блюдами блюдами это будет хорошо это не понятно мясо и катя не соврала я как не любитель тоху когда попробовал его здесь обалдел нет даже не так очень сочно очень насыщенно не резиново я вроде не ел попутать и грибы настолько насыщенные вкусные чтобы просто можно с рисом и кейс даже без мяса но победителем этого тир листа определенно становится грибы грибы муэр сочные насыщенные хрустящие вот это лучше бы я так и не пробовал потому что у меня потом так горело что ни один пожарный из рекламы рейне не справился звучит как я попробовал привет дети сейчас за похлебку в итоге олег вкусная грибы муэр сону точно так же как на вид просто какие-то холодные склизкие безвкусные бобы но не отвратительно детей ребята заказали пельмени и я с уверенностью могу сказать что люди воспевавшие оды китайским пельменям не врали правда очень жирно мне хватило буквально трех штук чтобы наестся а я не знаю как они это так делают что они туда добавляют не спросила с какого это мясо было посмотрите сколько тут видов в китае курица или свинина господи это божественно хотел бы все попробовать я так люблю пробовать всякие новые штуки вот эти снеки блин это вообще классно новочка похоже на то вот с куриной ногой вкус chicken fit flavor а и он даже в форме куриной ноги вот прикол и саджи скорее какими-то семенами не знаю что это но интересно конечно ты даже прокладки вам так оформлены интересно что же хочет что-то с главой тоже хочется попробовать а это все похоже на только будет как будто здесь кто-то свой протеиновый шейк забыл мне кажется так и есть поставлю-ка это на место хочешь быть как я или хочешь чтобы были как у меня так сказать хлеб со старым кремом old cream bread ой как тут много всяких чипсов господи выбор сумасшедших снеков круто скиталась прикольная покупка всякие кофе очки старбаксовские круто круто я вот на самом деле если кота поеду для меня вот еще я очень обожаю когда приезжай куда-то даже вот если по украине ездишь поэтому какие-то свои такие локальные магазинчики там бывает то чего нет например у нас и пынут я обожаю всякие штуки брать пробовать потому что очень интересно очень интересно иногда и знаете она делал когда ты взял попробовать ну неплохо ну так фигня принципе то как бы нормально наоборот это даже хорошо как ты пробуешь такой это божественно это вкусно ты понимаешь что ты ешь последний раз тебе хочется плакать это бывает это такое бывало такое бывало это причае это печально это грусть с персиком это как будто бы йогурт чудо с персиком но в виде газировки очень странно но очень интересно а вот кстати и камеры на каждом шагу то о чем я говорил в айсберге что в китае самое большое количество в мире даже купнуть незаметно не получится обязательно тебя что-то заснимет что-то подпишет звук и вот ты уже во всех заголовках китайский газет вот и мы прошли пешеходный переход и тут снова три камеры вот мы прошли преступность вообще минимальная скорее всего шагов две камеры справа две камеры с права в то шаре на пике не вообще присутствие практически нет плохали слежка в на улице блин лично я не особо вижу в том что плохое на на улице слежка когда камеры когда есть какой-то третий глаз на улице я к этому нормально отношусь вполне вот в доме конечно это было бы странно как бы дом моя крепость там мне не хочется чтобы за мной следили прочее не прикольно но на улице в принципе когда ты знаешь что скорее свете не подбежит тебя чувак грабить или не принес ножом в спину потому что он поймешь его он попадал сразу моментально чисто самара где сигареты продают вот мы и попались ну точнее не и мыс в таком случае тоже если она права деда пекин очи снимаете здесь прямо в отеле недалеко от ресепшена стоят игровые автоматы вы видите это достаточно контрастно кайф прикольно как будто другой мир у меня тут игрушки прикольные на самом деле вот китайцы игрушки милые после вкусного завтрака и пристального наблюдения голого дяди из окна да в этом отеле окна некоторых номеров выходят прямо на зону завтрака немножко странное решение чисто когда ты не хотел за на завтрак сосиски омлет куриная сосиска брокколи с чесноком какая-то курица 2 хешбрауна бекон хлеб масло короче утреннее мессио как и мое состояние потому что красиво в этот день мы решили посетить храм неба который был построен ой класс любит у их традиционную архитектура на глаз и занесен в список всемирного наследия человечества а поедем мы кстати не на такси не на автобусе она метро пекинское метро это интересно а вот где китай на первом месте так это по загруженности в метро ну как они там силам борется за первое место но если в сиуле мы действительно ехали в вагоне все прижавшись друг другу я столько корейцев перелапал сам того не планируя спустившись в пекинский метрополитен у нас в питере сейчас пик намного больше народу можно увидеть из необычности в пекинском метро смешная реклама разные типы вагонов есть такие в которых кондиционер прохладно дует а есть те где прям джек николсон из сияния мем такие вот вагоны это для меня я люблю такие которые запихивают людей в вагоны жалко что нам так и не довелось это увидеть или не жалко еще у китайцев распространена такая тема как ошейники для детей ну ладно не ошейники а вот такие вот поводки выглядит страшно но на самом деле здесь благая цель чтобы ребенок не потерялся а в такой толпе это вполне ну да не на самом деле это нормальная тема что для ребенка вполне да прям маленько кто-то получился ходить и так далее вполне у меня кажется что метро не идет сразу выход к вагонам а там она сначала огорожена и когда подъезжает и на самом поезд то раскрывается еще это перегородка и девчонки взяли приложили карты от отеля к турникету чтобы быть а нужно взять и пройти ребята вы не в танцах 5 нет по пути нам попалась китайская школа которая отличалась некоторыми особенностями дошли до самого храма но как оказалось он был закрыт в этот день как и запретный город который мы изначально хотели посмотреть короче достопримечательностями нам не очень повезло в этой поездке катя молится катя молитвы не помогут подкрепившись матчей мы немного походили по местным барахолкам где нас встретили очень милые китайские кошечки made in china китайская кошечка кошечка явно на чили и на расслабоне будет кошка на китайской и попросили его нарисовать для нас забавно будет прикольно но под вечером отправились на китайский рынок с уличной китарой потому что как это побывать в китае и не попробовать каких-нибудь тарантуал их к сожалению мы там не нашли но но экзотики там было достаточно устная еда в пекине а ну прикольно красный фонари стереотипный китай если у нас в россии петушки из карамели то здесь в китае вот есть лошади и свиньи произвели искусство самом деле чего надо делать он будет видимо что там воздух был то есть этой экспириенс частью которого становишься ты я решил попробовать потому что ин когда-то мне нравились петушки из карамели и мне стало интересно отличаются ли наши петушки от китайских и наоборот это очень круто вау не нуждаться блин это очень круто вау не я такого не видел это первое такое вижу прикольно нет это реально прикольно развлекал развлекаловка хочешь конечно на вкус это просто сахар карамель которую еще к тому же неудобно есть ладно идти но только за экспириенс до экспириенс кто-то надо экспириенс знаменитый корн до этого его никогда не чтобы вкусно но ребята так расхваливали что мне стало интересно я попробую заказали его у вот этого улыбчивого дяденьки который плохо понимал английский в принципе как и все в пекине так неловко улыбается как трасс а это видимо местные пирожки горячие ну это не классно я люблю сырные палочки поэтому я бы оценил на 10 я обожаю сырные пачки хорошо приготовлены если честно какой-то жирные маслянистые не знаю мне такое не очень нравится я лучше бы обычный ходок заточил перехвалили перехвалили корн док мои друзья сетир сетир ну я рим не нравится курундой ну и меня палочки сырные палочки или когда их просто в панировочке или в лаваше классно люблю попробуем но давайте чем сейчас мы будем их есть но выглядит так вот это интересно будет хорошо все верно все верно говорит пряная резина невкусный сквидверт в общем только плохие ассоциации детей что запах то игра угадай мелочь то свинины и то курицы это непонятно чем пасет со всех щелей но интересно далее я решился на десерт какая-то непонятная мешанина на первый взгляд стакан заливает как его кирилет и рисовый клетки с сиропом это как вот эта фигня которая готовит в тиктоке где наливают всякие там топинги и лед вот это вот но на удивление мне понравилось очень такая освежающая ягодная похлебка в меру сладко и консистенция вот у этих рисовых штучек очень приятная я бы попробовал такое еще раз так что эстир это дуриан с сыром таиландские флешбеки не дают мне покоя и мы снова столкнулись с китайской стеной виде языкового барьера я заказал дуриан и женщина что-то усердно пыталась до нас донести но потом я попросил ее проговорить снова эту фразу в google переводчик и оказалось что она говорила про время ожидания интересно китайцы показывают время я до сих пор так и не разговариваю 6 минут а почему а почему это 6 минут дал тот шифр там не террасить черпанул даже грабли что ли я не ведерко подсказать реально только что положил его я-то с вселенная успокойно смотри слава слава свяжи срока настолько да это был не наигранный рвотный рефлекс но слава богу я напряг все свои извилины и убедил себя в том что я и не дуриан а дыню с сыром что все равно отвратительное сочетание но у меня хотя бы получилось проглотить детей хотя и ребят кому-то даже понравилось день 3 пока прикольно мне понравится блин такой вайп прерву этот сумбурный влог на классную новость для тех кто любит заказывать много всего с marketplace это шоу автор покушать это одобряемо это одобряемо в этот автор тоже покушать и поиграть его игру добавить в желаемое ссылочку описание привет как вы знаете или не знаете у меня выходит моя игра есть на ней уже ссылочка в описании на ее страничку стиме я был бы очень благодарен прям невероятно благодарен если вы просто добавили бы игру в список желаемого сейчас мне очень важно это невероятно важно что вы просто перешли на страницу в описании добавили его в желаемое даже если у вас нету аккаунта стиме пожалуйста создайте его это после бесплатно Очень быстро делается и добавьте игру В список желаемого, это очень поможет И даже антимайни одобряет Ваше решение Я антимайни, и я одобряю ваше решение О каком решении мы говорим? Самый распространенный вариант Добраться до китайской стены, это сесть на Специальный поезд, что мы и сделали Приехали на вокзал, взяли билеты И охренели Когда зашли внутрь вагона Ничего себе А шо за солидность Лакшери А этот кадр лучше смотрится с оригинальной Звуковой дорожкой Здесь можно лечь Нет, вот этот кадр лучше смотреть с оригинальной Звуковой дорожкой Короче, по-моему, китайское правительство Нас вычислило У нас такие в этом интерсити стоят Для меня вот это неудивительная дверь Я такое видел у нас в поездах Сидячий Вот это вообще балдеж Круто Либо по случайности, либо я так и не понял Как это произошло, если честно Мы взяли билеты А-ля First Class Поэтому у нас был отдельный вагон С местами как раз на пятерых И к этому сложно было привыкнуть Потому что вот где наше место У Параши Шучу Пока от Насти шел стойкий вайп малыша В стульчике для кормления Катя готовилась к выходу в свет Я только что чуть не оставил свой загранпаспорт В этом поезде, в котором мы ехали И чуть не уехал вместе с поездом Вот это было бы приключение Лишь сильнейшие выбирают сложный путь Че? Говорю, лишь сильнейшие выбирают сложный путь Нет, спасибо Мы поднялись наверх станции Которая, к слову, выглядит по-своему интересно Бегущий в лабиринте Да, прикольно вылез Вау, не, красивая природа Мы решили подняться к китайской стене на фуникулёре Не, ну не пешком шите, правильно? Тем более, что пешком мы еще находимся Да, да, да Фуникулеры тут крутые, блин Все, открывайте А помните недавнюю историю, как кабинка оторвалась? Не помню, где это было, правда? Нет, не помню У меня плохая память А, ты не знаешь, наверное? Сейчас расскажу Умиротворяющий А вот и она Могласива О, это красота Почему, видите, китайская стена является чудом света? Разве это не чудо? Это просто огромнейшая постройка, нет? Почему это не чудо света? Здесь очень крутой подъем Крутой подъем Очень даже здорово Ну, блин, ну глядя, когда еще постойно на каких-то холмах и прочем Это же крайне тяжко было Ну, он того стоит, в принципе Я думаю, что китайскую стену была строить проще, чем, простите, пирамиды Ну, типа Я считаю, что тоже что-то света Ну, вон, ребятки там стоят Нет, ну вот это читерство, конечно А как же суровое китайское воспитание А, ну, вон, в принципе, уже конец Еще парочку лестничных пролетов И все Мы на вершине Мы дошли до самой высокой точки, походу Да, вот стена Фоткайте, уходи Буквально Вот она, та самая стена Ребята где-то далеко? Они очень далеко Надеюсь, они дойдут Нет Мы дойдем или нет? В общем-то, мы добрались до самой высокой точки Все очень красиво было Теперь нам нужно было спускаться на ущерб И сделать это, как оказалось, можно довольно-таки необычным способом В общем, ребята быстро сдались И мы уже сворачиваем вниз Но я бы, на самом деле, еще прошелся немного Вау, я зачухула В этом случае, конечно, очень важно с собой иметь прям хорошую обувь для всяких походов И прям вот купить классную обувь И главное не новую Главное, знаете, купить новую обувь, потом взять, оказывается, что она не подходит Вот реально, самую удобную обувь брать для ходьбы И тогда будет классно Да Или как-то девочка Да и не важно, какой пол Ой, в плане того что? Вон слайдинг карс Нам надо туда Это, я так полагаю, те самые горки, о которых говорили ребята Пока не очень представляю, как это выглядит Я бы с рульским колобком бы скатнулся Если бы я не чувствовал боли Ну, если тебя заранее вырубить То ты не будешь чувствовать боль во время процесса Только после Вырубать? Подставляй лицо А давай, я придумал, давай классный переход сделаем, как в тиктоках, инстаграмах Я тебя, короче, толкаю И ты потом приземляешься на кровати, как будто бы уже дома Давай Давай, раз, два, три Ну ёбану А приземляется в койку больничную? Давай ещё раз, так уже нормально Раз Без шуток теперь, да? Раз, два, три Бля, я с этой пузою показал Всё в традициях Китай Здесь такое любят И тут я не соврал Китайцы действительно любят уголять пузико Бейджинг бикини Устаявшееся сатирическое название Практики мужчин в Китае Подворачивает в жаркое время в публичных местах футболку или майку до груди, оголяя живот, чтобы охладить таким образом тело. Когда я об этом узнал, сначала, конечно же, не поверил, но потом увидел. Че делали? Че делали? Че делали? Вот как-то так это будет выглядеть интересно. О, это похоже было как в этом, а нет, другие, нет, другое, все то, что похоже было как Буковелли, там нет, види типа Булюгорки, сборки. Ага, интересно. Ну, раз тут можно снимать, раз никто не запрещает, значит это не такая уж какая-то экстремальная история. Ой, ёб твою мать. Ой, ёб твою мать, это очень резко, тут очень легко выронить камеру, очень легко выронить камеру. Ну прикольно. Вот мы и прибыли. Класс, мне понравилось. Это по длительности было даже длиннее, чем многие американские горки. Да. Правда, по стоимости, Китай. Ну, помимо этого, оно еще функционально, оно же не просто развлекательно, но еще и функционально, ты спустился вниз. Поэтому, вот, другое, другое. Меня мама попросила, ну, она меня, в принципе, с каждой моей поездки подобной просит привезти и мужчину, и женщину. Ну, флай, не настоящих, хотя Китай это практикует, в принципе, тоже, а именно в виде фигурок таких. Ну вот, чем, чем не мужчина, спиннеры. Может, смотри, Макс, вот такого мужчину, и вот такой вот. Она подумает, а совсем *** в этом Китае. Фигурки взял, выглядит это как-то так. Мама была довольна. Ой, самое главное, это правильно. Влада подошла к концу наше пребывание в Пекине. Мама надо довольна, это правильно. Мы с ребятами сошлись во мнении, что Пекин мы не поняли. Это немного не то, как я себе представлял Китай, скажу честно, тем более столицу Китая. Как будто бы лететь туда стоит только, чтобы закрыть гештальт с китайской стеной, и запретным городом, который нам так и не удалось посетить. В Пекине просто огромное количество различных храмов, дворцов, отсылающих к истокам этой страны. Там даже в аэропорту сад есть. Но больше там как будто бы делать нечего. Стоит держать в голове тот факт, что мы пробыли там всего лишь 4 дня, поэтому мое впечатление достаточно поверхностное. Так что на данный момент ситир. Я надеюсь, я вас не задолбал с этими тирлями ситирами. Нет, прикольно, она просто оздавляется. Мне кажется, что это достаточно простой и доходчивый способ оценки впечатлений. Да, да. Хоть, опять же, немножко поверхностный. Но ничего, я не расстроен, потому что наша следующая остановка принесла мне куда более яркие впечатления. Гонконг. А, Гонконг сначала. Я думал, будет этот или как бы. Корея, северная. Следующая остановка Гонконг. Смейся, смейся. Я посмотрю. Четыре часа. Начать стоит с перелета. Лететь до Гонконга предстояло четыре часа. И поначалу все было нормально. Ровно до момента снижения и посадки. Let me tell you. За всю свою жизнь я летал раз пятнадцать, наверное. И не раз попадал в зону турбулентности. Но такого я еще никогда не испытывал. В момент снижения самолет начало умеренно потряхивать. А потом внезапно пух! Мы падаем в какую-то воздушную яму. И буквально на три секунды все отрываемся от кресел. Из-за резкого перепада. И подпрыгиваем. Все это сопровождалось таким, знаете, эффектом свободного падения. Как на аттракционах. Это было настолько неожиданно, что кто-то из пассажиров начал даже кричать. И это больше всего напугало, на самом деле, среди всей этой ситуации. Я сидел вместе с Катей и, зная, что у нее огромный опыт перелетов, решил задать ей вопрос. Кать, у тебя ж такое, наверное, уже сто раз было, да? Это ж нормально, да? Но она с каменным лицом поворачивается ко мне и отвечает. Нет. Вот в этот момент я уже начал переживать. Было достаточно стрёмно. Даже ладошки вспотели. Но благо потом самолет стабилизировался и мы благополучно приземлились. I'm sorry, никакого экшена. Аэропорт мне понравился. Хорошо. Он, конечно, не такой большой, как в Пекине, но зато более уютный. Ну, а сам Гонконг начал удивлять уже из окон такси. Блин, вот это очень странно выглядит. Ага. Мне нравится, но странно. Это очень странно. Это будто кто-то, блин, бэкрумс. Как впечатление, кто-то по приколу создал город в Сим-Сити, понатыкал небоскребов и отправил проект в черновики. И чем ближе мы подъезжали к центру, тем чаще у меня взорвался мозг от местной хаотичной архитектуры. Вот ты едешь и чувствуешь отголоски какого-нибудь выхина, но проезжаешь пару улиц и перед тобой восходят современные бизнес-центры. Блин, реально Сим-Сити, реально жизнь. И вот на таких контрастах играет вся архитектура в Гонконге. И мне это очень понравилось. Именно так я и представлял себе Гонконг, когда в детстве смотрел фильмы, снятые там. Блин, эти двухэтажные маршрутки прикольные. Вот это да. KFC. Ага. Твои в Японии KFC на Рождество покупают? Что такое? Мы доехали до отеля и заселились. Все, кроме Кати. Мы решили отправить его ночевать на вокзал. На самом деле у Кати возникли кое-какие проблемы с бронированием, и поэтому заселиться у нее получилось только лишь через пару часов. На это время я предложил ей перекантоваться у себя. Но что касается меня... Я никогда не снимал дорогие номера в отелях, но в этот раз решил шикануть. А ну. Ну что ж, вот я и заселился. Блять, чуть не упал. А так как квартира. Вот даже не выглядит как отель, на самом деле. Ну, будет, на самом деле, не вау. Ну, типа... Просто неплохо. Да? Два туалета, два душа, плюс ванная. Вообще, этот номер изначально предполагался на двоих человек, но я жил там один. И мне было просто... Ну, вышелось до одного классно. В таком большом номере, в уединении. Охуенно. Правда, потом у меня сломался кондиционер, и я чуть не умер от жары. Эм... Но потом его починили, и я снова радовался. Хе-хе-хе. Там какой-то мужик стоит на крыше. Хе. Прикол. Страшно. Вообще, страшно здесь жить, потому что настолько... Я чувствую себя обнаженным, ибо все эти здания расположены настолько близко друг к другу, что, в принципе, достаточно будет камеры айфона, чтобы подглядеть, что там делает человечек напротив тебя. Ну да, кстати. А учитывая, что у них у всех тут, как я понял, всякие самсунги с их стократным зумом. Они у тебя волоски смотреть могут. Мне кажется, я отсюда даже модель швабры смогу разглядеть. Хочу такую же. Мне кажется, это даже вот сценарий для какой-то короткометражки, а может быть даже... А было, было... Люб... Как его? Смерть и роботы. Любовь к смерти роботы. Или как-то так называется. Это, короче, на Netflix, который идет. Там же было это то, что... Увидел человек, убийство с другого окна, и типа, пошла погоня. И там потом это зацикливается. Полнометражки. Чувак заселяется напротив отеля. Какие-то апартаменты. Специально, чтобы следить за постояльцами. И делает он это с помощью Samsung Galaxy S23 Ultra. Назвать эту короткометражку... Дневник фит... Эээ... Гонконгский фитиш. Далее мы зашли в европейское кафе. Поили понятные нам еды. И... Пошли осматривать окрестности. Ну, это, понятно, заканчивается. Ну, что могу сказать? Пока что в Таиланде... Ой, Таиландский. 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 Гонконг, блин. Гонконг, правда, похож очень на Таиланд. По климату, по влажности. Но при этом он очень отличается от одновременно. Сколько у тебя лимонов на канале? А чё? Ну, сколько? 17. Тут тоже. Ой, тут 18. Значит, подписывайтесь. Спасибо. Вау! Вот это байт. Это 4 вайпсы. Очень необычно. То есть так, хоть я и мало где был, но вот Гонконг меня удивил пока больше всего. Даже, наверное, больше, чем условная Япония. Ой, я на красный свет иду. Я нарушитель. Я имею в виду, смотри на это. Ой, мужчина с бейтами. Прыгай. Вау, какая машина. Вот Ян уже начал проникаться местной культурой и местными традициями. Это зом-магазин. А, там ещё и плюс животных. Давайте посмотрим. У тебя маленький котик. У тебя коти маленький. Собака. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я не смотри чё крылья. Блин, я же не знал, что я тебе жопой повернулся. Соня. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Всякое такое милое, хорошее, доброе. Мальчик. Мальчик. И у нас чисто пикпа. Здесь ооочень узенько. Вот просто везде. Повсюду эти автобусы двухэтажные. Страшно на самом деле. Шаг влево, шаг вправо и ты в лепёшку. К сожалению. Да и вообще Гонконг гораздо понятнее того же Пекина. Повсюду можно найти знакомые франшизы, более понятная валюта. Все покупки можно совершать при помощи карты, а не через грёбаный Alipay будь ты проклят. Ну и с английским у людей здесь гораздо лучше. Но всё это на самом деле не удивительно, потому что Гонконг это как бы Китай, но и при этом не совсем Китай. Это специальный административный район Китайской Народной Республики. Я то и слышал, что Гонконг, он часто отделяется от Китая даже в какие-то статистики. То есть там Китай, Чайна и Хонконг. Всё из-за его интересной истории. Изначально Гонконг был рыбацким городком, который перешёл в Великобритании после опиумных войн. Он тем не менее стремительно развивался и в какой-то момент стал воротами в Китай. Как для самих англичан, так и для всего мира. Потом Гонконг был передан под суверенитет Китая. То есть таким образом они как бы вернули его себе. При этом Гонконг обладает автономией и частично может устанавливать свои, отличные от Китая правила. Пока что. В 2047 году Гонконг полностью перейдёт в руки Китая. И пока непонятно, как это отразится на нём. Скорее всего не очень. В общем погуглите кому интересно, я тут не политический канал. Т.е. надо до 2047 попасить. Гонконг успеть. Так он в своём первозданном виде. А как интересно было? Попридурялись и хватит. Я хочу ещё. Гуляют в джунгли. Т.е. Сзади сад сейчас. Почеши. Вля. Сзади чеш. Ну конечно эти контрасты современных зданий с не очень современными. Очень импонирует. Вообще город контраст. Пока что такое впечатление. В общем-то мы собираемся на пик Виктория. они меня будет за то что я я меня будет все меня будет за то что все медленно делаю что меня питерский темп жизни понимаете короче это насти московская дерган зеленая зеленка мы собираемся на пик виктория забублили друг друга . в городе насколько я знаю и с этого пика открывается невероятные красоты небоскребы и прочие архитектурные примечательности искал я устал от нее просто не хочу туда возвращаться она очень сложная физически на нее подниматься для того чтобы попасть на смотровую площадку мы должны были зайти в торговый центр и подняться на лифте и кажется мы ошиблись этажом короче мы дикие туристы как только двери листа открылись и мы вот это перед собой я решил немножко поиздеваться над ребятами и попросил их выразить свою эмоциональность по этому поводу чтобы потом сделать смешную подборку нас скажи как много сладостей скажи как вау как много сладостей вау смотри при этом туда вау как много сладостей невероятно невероятно все равно возьмет страна что настя не взяла я хую чихую насть смотри какая чихуя вот это размерчик вот это напоминает шапочку из фольги она всем целуй кис скупила магазин печень и лук и старая повязка мы наконец-то вышли из этого сахарного ада и тут сразу же перед нами открылся такой великолепный вид вон те дома мне очень нравится представьте каково это там жить и не тужить wild fire торговый центр называется достаточно ироничное название учитывая шоков по дереве решили зайти в бабалти все-таки дорога представила долгая я в итоге взял теплый по бате этот вот этот вот корейский потому что меня вчера начала болеть горло немножко и я не хочу болеть 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 в гангкоке болеть в гангкоке в гангкоке в гангкоке я заметил бангкок и гангкок в гангкоке и да мы решили прежде чем забираться на смотровую площадку которая была рядом с нами мы сначала дойдем сами вручную ножками до вершины горы ну потому что так интересней ну чё мы слабаки что ли лайк вот такая вот красота и нам по идее нужна вон туда но это далеко на самом деле типа хатрях далеко еще и вверх чё прошли полметра не ширали они на машине едут там выпить ну в этом и кайф о какие растения красивые national geographик я ждал пока не испугается ты порушила мой план меня еще будет за то что долго собираюсь вы понимаете какую компанию попал наконец мы закончили рассматривать муравья и продолжили подниматься в гору настя я и ян с олегом а олег оператор точно ян превратился в маленькую девочку мне есть фрагментика там еще такого меня макс вынужден там кое-что сказать а всего а всего туалет и справа еще детская площадка давай как в американской садится а спереди типа взрос прикол реальный кстати американский кадр реал макс и скрылся убежал кадра не в том плане ну ладно дальше может поделать надеюсь видно вот ноу пост ноу пост нельзя постить но здесь определенно живет какая-то богатая часть населения и кстати да по-моему здесь англичане покупали те времена когда-то там дома дорогие так что наверное в этом есть логике собственно чеха ржав ты такой историк да кстати тут англичане реально правда это правда смотрите сколько бабочек ребята реально красиво я блин больше сто лет не видел на самом-то деле смотрите ребят тут еще змеи вон змея смотри ой там свадебная с фотосессия какая-то интересно пойдем знаете это по поле мутки типа фотку и типа делаю вид все сделал я бесполезно сделал сейчас как видите схожу с ума немножко реально сходит с ума мне тут прикольно виды конечно классные блин туда нельзя сесть я не могу закрыть да нет можно в принципе на это не обращай внимания хей-хей паренек заходи-ка ты в ларек ты будешь рад что не прогадал да а чё реально не хотите? да там нет уже ничего ты честно явишься тут как бы ребята ноют и не хотят идти еще выше а мне кажется там очень даже красиво приятно и безопасно ээээ ну ладно думаю там и правда ничего нет только из-за этого кадра это стоило 20 шагов которые мы прошли ну как будто бы из какого-то аниме ну кадр крутой кадрочек крутой нам не хватило этого прекрасного вида поэтому мы решили еще купить билеты на смотровую площадку а зачем платить когда и так все видно и так все прекрасно видно смотрите сейчас как только он это увидит сразу же прочитан прочитан вот это я понимаю вот это виктория фиг вот это да посмотрите блять на эту картинку они ребятка хотят скилл это выглядит немного сар ой я так бы и нагибался я так бы с высоты конечно я могу так стоять посмотреть красиво конечно очень красиво но вот нагибаться вот так я бы не рискнул я бы это испугался мы вдоволь насмотрелись и отправились в отель именно в этот момент я внезапно стал чувствовать себя не очень хорошо ну знаете это ощущение когда чувствуешь что вот-вот заболеешь вот это было оно спускаться мы решили на том самом трамвае кстати лучше на айфон вот щас да но нет только не это я когда-нибудь нормально в поездку смогу отправиться походу я заболеваю классика вечно это климинализация мне кажется частично по разному люди переносят поездки по разному переносят в разный климат немножко температуру но надеюсь все таки быстро оклемаюсь потому что это не дело но это же совсем не дело у меня еще немного горла ну думаю вы слышите поэтому это печально один вид только и успокаивает если уж болеть то так 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 что у нас там кошмар гонконгский ну-ка-ну-ка какая-то картина стоит ой за мной же так же могут подглядывать а я тут в трусах лежу аааа знаете вот эти кондиционеры понатыканные вроде как выглядит ужасно да но в этом есть какой-то свой прикол да в этом есть какой-то свой гармонирует с здешней архитурой хаотичность такая девочки я еду в такси с этими болтусами они значит все от меня сторонятся шарахаются потому что я типа заболел что он вредит уже просто заболел ааа да у меня температура да я присмерть я чувству себя прекрасно не знаю как я вижу эти бацеллы олег вот скажи олег вообще не дышит В общем-то мы поужинаем в каком-то люк или ресторане и я отправился снова в отель, потому что я хотел триггерить организм дополнительной нагрузкой, тем более, что на завтра у нас был запланирован Диснейленд, а я бы все-таки хотел туда поехать, даже несмотря на свое физическое и ментальное состояние. Я никогда не был в Диснейлендах, хотя был наслышан о том, что взрослому человеку там делать особо нечего, что, собственно, оказалось правдой. Ну, почти. Но Гештальт нужно было закрыть, сами понимаете, раз такая возможность. Ну, принцесса диснеевская. Куда мы идем? Дисней бэдж, сейчас дозаболеть в Гонконге. Я взял с собой. Ого. Ну, это не туалетная бумага, это... Плотки. Тут это называется bathroom tissue. Смарт-карта. Это салфетки для ванны. Bathroom tissue, туалетная бумага. Надо. Это не туалетный пепер, ты знаешь? Ты же туалет что взял? Это bathroom tissue. Туалетная бумага. Это тем было особенно жарко. Пока мы шли ко входу в Диснейленд, в голове была лишь только одна картинка. СПФ тайм, правильно же он сгорит. Вообще, есть такая конспекологическая теория, что на самом деле фармацевтики специально раз загоняют всю эту историю про СПФ, чтобы продавать больше и получать больше. Нет, благодаря им мы сейчас живы. Раньше люди пачканы умирали. Пачканы? Нет, потому что включают солнце, вот по заказу. Да. Макс, это карц. Я говорю, тебе вон такой вот вентилятор нужен. Где? Вон как. Он меня перебил явно. Так что вальяжно идет. Зонтик, вентилятор. Слей. Ой. В додором слой пропил этот девчонка. Ужас, ужас. Лайв-футач, Микки Маус дует. Самушки. Класс. Вот миленько так, красиво. Дисней знает, как зарабатывать деньги, поэтому первым делом перед нами выстроились магазины с мерчом. Ой, я бы не к себе вхлубил. Которые так обожают ребята. Поэтому мы проторчали там два часа. Я, к сожалению, там так себе ничего и не присмотрел. Ну почти. Вот думаю, если я новый рюкзачок взять, то этот как-то надоел. Что насчет вот этого? Вот так вот буду ходить. Мам, я в школу. Сегодня один урок. Уже взяла что-то? Класс. Грибы. Похоже. Мы прям-таки по всем законам Алиэкспресс. Максим попросил снять его в ушках. Такая милавка. Это достаточно интересная задумка. Это Танос? Я собрал все камни. В детском разделе мы. В детском разделе мы. Интересно. Интересно. Потом мы пошли перекусить местными бургерами, которые были сухие, как заветранный хлеб, который лежит у меня третий день на кухне. И, наконец, настало время аттракционов. Большинство из них скучные и простые. Все. Там, где надо стрелять во врагов из пушки и набирать очки. Стреляйте в эту дрянь! Либо там, где ты просто смотришь мультик в 3D очках и твое кресло немножко покачивается из стороны в сторону. Вау! Не таких высоких технологий я ждал от Диснея-то. Но были хорошие. Парочку. Например, одна горка поначалу притворялась детской. А потом... Прикольно. Неплохо. Но нервишки пощекотало. Ну ладно, это неожиданно. Нет, прикольно-прикольно. И вторая горка, на мой взгляд, самая лучшая в парке. Думаю, по звукам это понятно. О, прикольно, выглядит классно. Будто вот где-то в космосе. Круто. Какой-то гиперлуп. Вау. О, ну блин, замок крутой. Я тоже в Диснея-то хотел бы хотя бы один раз побывать. Один раз побывать чисто тоже где-то закрыть. Прикольно, пофоткаться. Описано уже в Афире. Ну их не было. Но в целом... Да, наверное, да. Как чего? Ожидались оправдания. Оправдания. Оправдались ожидания, да. На вечер сразу. Оправдались ожидания? Ну их не было. Оправдания не ожидались Ровно так же, как и не оправдались ожидания Дисней флоп Слишком много мерча, хотя для кого-то это не проблема Просто кепка оференная Слишком мало тракционов, невкусная еда Радует лишь знакомые Блин, шляпа, чё они еду нормально не сделали И персонажи из детства Ну и сам парк, красивый и ухоженный В целом на один раз история И то, если у вас есть ребёнок А если нет Почему? Вон в стране рождаемость падает Быстро рожать Ладно, щас, выпулюсь с тебя, блин Я только личинки могу Выпуливать, сори, бро В следующий день мы ничего Такого особенного не делали Я решил опробовать местную доставку еды Пока ребята там снимают свои видео Я решил Пока, да ну их, да Пока они снимают свои видео, я решил попробовать местную доставку Дамплинги Со свининой У них здесь тоже всё со свининой Как и в Японии, как и в Китае Как и в Японии Мышленные, я думаю, без вас и в Сити нас любит И какую-то лапшу Значит, это у нас лапша с курицей Как-то так это выглядит В принципе, не плохо Я был голодный Сейчас почему-то уже нет Это не из-за блюда Просто потому что, не знаю Не бывает такое Мне кажется, у всех Вы голодные, а потом резко не голодные Да, только бывает, это реально Ой, не надо Мне очень нравится, что она такая разваренная Если честно Ну я попробую Ох, очко запотело Ну тут у меня везде очко потеет, потому что Ну, в смысле, линзы Не подумайте Хотя подумайте Потому что потеет всё вообще тело Очень влажность большая А, это неплохо Хм, это правда неплохо Я думаю, будет хуже Просто нормально, просто там огромное, конечно Оооо Да и только будет дофига этого Ну ладно, маловато А это Ну, это пахнет как яблочный уксус Ууу Кисленько Но это определённый яблочный уксус С чем-то разведённый А тут ещё бульон Это вкусно Да, вкусно Вот, мне это очень вкусно О май гад Это круто Хе-хе Вот казалось бы А террорист? Просто тесто с мясом Те же пельмени А на самом деле Они вот как-то Всё зависит от того Какое мясо Специи Там же очень много Потом мы немного погуляли по набережной Какая? Скорей С мороженым Здесь какой-то грузовичок с мороженым И с очень страшной песенкой Как будто в хорроре каком-то Картинка для влога Ага Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Огромная на посадку Так что в другой раз А? Сладкий мир Класс Класс у нас свои гонконгские красные пруса это был наш пятый день в гонконге и было видно по ребятам что они начинают сходить с ума что не вспомнили потом мы немножко посидели в баре проводили катю потому что это был ее последний день в нашей поездки ей нужно было возвращаться в москву по работе да и все на том последний день в гонконге мы решили потратить на еще один парк аттракционов оушен парк кратце все было красиво он до смотрели на панта рыбок он прикольный к сожалению не были далеко их особо не было видно в кадре но зато потом внезапно одна из выдр буквально решила сама встать и подойти ко мне я смог снять его во всей красе это ваша остановочка у нас привезет на днище внутри все красиво подсвечивалась и нам вообще не хотелось из него выходить потому что там было очень прохладно выйти нам все-таки пришлось и основа столкнулся с проблемой которая мучила меня на протяжении всего моего пребывания в гонконге почти сильно очко потеет этот поезд в итоге привез нас к аттракционам ребята пошли на вот ну я отказался потому что видел видео где подобная штука оторвалась прямо с людьми прямо с людьми после этого как-то не рада что в психике поменялось я на такие аттракционы больше не хожу надеюсь они не пожалели что пошли вот на такую штучку я бы пошел видео съемка там была запрещена но я все-таки тайком протащил с собой телефон потому что не мог не заснять эти виды вот так вот лично же для чеки нажимать всякие но на десерт нас ждала горка под названием hair razor я и клоун и вот она была действительно страшной снимать там было к сожалению нельзя меня даже очки попросили снять поэтому держите отрывок с ютюба ой 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 ну да надо прям жестко тобой верят клетка хотят мы под дождем катались это было унизительно шея болит теперь после этой горки неплохая диагностика здоровья спины и позвонков потому что штат так трясло что же подытожим гонконг айтир определенно может быть даже поставил и с но мы там пробыли всего шесть дней не могу сказать в долгосрочной перспективе вайп люди еда архитектура ну конечно же все на высоте все на высоте в прямом это хорошо видели из минусов определенно погода но очень влажно там а теперь корея смерти мои хотите первым отличием которым нас одарила карьеру требу его бог сена кори стала резкая смена поведения я который внезапно стал смотреть на всех с высока ибо это его страна это его дом и вообще мы у него в гостях добро пожаловать ко мне домой это мой второй дом это есть какие-то правила пребывания на вы мои утята я ваш дональдак дик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик не за то что смотрите нас не кормили какая-то у них местная здесь бургерная это у нас здесь правило посещение данного ресторана а что написано в первом столбике написано соблюдать пожалуйста тишину это огромный экран аэропорт был вроде красивый а вроде нет если честно ни хрена не понял но он определенно запутаннее чем в пекине и гонконге в этот раз мы решили снять общие апартаменты на четверых чтобы жить вместе и не тужить это была ошибка заходим здесь с правой стороны такая вот комнатка вообще такая вот спаленка а как открывается шкаф вопрос дальше если мы пройдем мы увидим во первых шкафку большую гостиную зону такой вот кухней с такой вот стиралкой с таким вот холодильник нормальный до ночи вами рисовать стихаря не пожрешь потому что у нас обычно не кладут нигде в питере воду на моем опыте проверил вот так вот не дали водичка явно такое гостеприимство до посудомойка смотри есть кто вы не пользуются вот здесь значит скорее все будет моя спальня хотя возможно на захочет присвоить на ей не позволит эти унитазы с кнопками это так обрадовался что даже круто и не были нормальные унитазы с одной единственной кнопкой это которая сенсор на который даже нажимать не надо чтобы смыть здесь опять приехали как разобраться вот в это что понятно автоматически дети сушка dry до в попу там что там произошло я буду себя полотенцем обворачивать прежде чем на кнопку так и мне кажется мне кажется мне нужно даже девик надевать шкафы и тут всякие охереть круто фен а че не смывать сидя питерская тема ребят если что это шутки кило ну и только посмотрите на эту атмосферу не будет хорошо здорово что не удивляйся небольшая небольшого размера она на самом деле я был готов снять себе отдельный номер и уступить большую спальню насти просто потому что мне было очень хорошо жить одному в гонконге но в итоге мы договорились и все остались довольны олегу все-таки досталась та самая маленькая спальная на вычел половину стоимости апартаментов с его стороны чтобы все было честно сториз той самой местной которая вернулась домой которая на самом деле не местная депортировали еще в детстве первое что уже могут за я вот эти в маленькой каком-то спокойно бы там тусил абсолютно ну типа в качестве туалет ванны не рядом это не стану типа там есть общие помимо возле которой спальни но так мне кажется поспать посидеть в телефоне позалипать недостаточно места действительно что в гонконге что в китае что в южной корее ну типа ты будешь в отеле находиться все время здесь очень много молодежи хотя я сейчас да хотелось бы больше места но я мог бы там потусить так все плохо более бурная жизнь по крайней мере по сравнению с гонконгом где ночью просто ни одного человека на улице здесь были широкие проспекты более низкие здания по сравнению с гонконгом где все понатыкано не знаю нравится ли мне это или нет но это более понятно для меня чем-то она мне напоминает японию на первый взгляд не торуя корея мне нравится все уже накосила с олегом и насти захотели поглядеть на что-то из достопримечательностей это король си джон сидит поэтому выбрали что было неподалеку и отправились кенбок кум это королевский дворец построены в конце 14 века был главным и крупнейшим дворцом династии чусон музей под открытым небом в пекине нам не удалось посмотреть на что-то подобное ну хотя бы в корее было очень интересно но поскольку и не хрена не знаю историю южной кореи проникнуться было сложно но дворцы красивые там кстати можно было взять напрокат традиционную одежду как это делали многие вот это столкновение древности и современности прикольно вы это самом деле так аутентичный что там все снимают что там такое что там такого интересного фиг подберешься скиньте потом по эрдропу так у меня получилось на троне своем блин ну это классно классно блин это второе пока что тебя здесь нравится больше чем в пекине и в гонконге да и даже в таиланде и в германии и и в японии потому что я забыла какого там было такая ты путешественница мне пока сложно сказать мне все нравится но пока все равно не могу раскусить да не могу раскусить корейцев их культуру нужно подольше походить надо в кей-поп что смотреть вкусить джайдл это мы сейчас пойдем делать о слушать это хорошо у них странно улице как-то расположены вроде как пешеходная на первый взгляд но при этом машины по ней тоже могут ездить и получается такая вот каша малаша маваши вспомнил подкрывалась и людей много а чё их так много пусть дома сидят какая машинка интересная красила его американская машина душкрайсер был кожа такая блестящая сверкающая чё не кио чё чё за 40 имеешь ввиду ну ладно да я не знаю чё тебе за 40 нет моей маме 54 вчера я вспомнила так что какаулочка красивая под вечером решили отправиться на мён дон это такая оживленная улица с большим количеством торговых центров ресторанов магазинов киосков с едой уличными представлениями ну ладно счет этого не уверен но я бы не удивился в общем чего там только нет шумно ярко повсюду орёт музыка мы пришли на мён дон вот это какая-то улица с магазинами с жиральными чем-то еще я не особо успел понять но в общем какая-то прикольная улица вот истинная причина по которой я сюда приехал а вот ченгук ченгук кто это? нью джинс а почему они называются новые джинсы? ну так вот лейблом придумал такое вот название интересное это получается а где старые тогда? ха-ха-ха-ха олд джинс добро пожаловать на мён дон прикольно вот тут классная атмосфера как-то слишком грустно получается ой сколько тут тазной еды прикольной жирная всякая блин круто награждался и стал жирным ну можно в поездках можно кушать я считаю что в поездках надо кушать все что ты хочешь потому что интересно потому что да вот это мне напоминает потрениться с 2007 года если обычно в Корее на улицах много людей то здесь очень много людей ахмед кебаб мальчики BTS поют это охеренно я и это стану ой ну айсбирь моти айсбирь не надо не не как никогда особо не понимал моти но возможно просто потому что я не пробовал настоящие А, они же из Японии, да? Ну, вообще, да. Ну, это, видно, сразу же рисовое тесто. Можно слепить что-то. Без слов. А ну? Рисовое тесто очень... Нравится? Очень специфичное. Это не может не нравиться. Теперь нравится. Сначала не понял, а потом как понял. Мне прям в бухарь гнули. Ну, здесь вот нормально. Здесь это принт. Ретти скин. Но что-то мне эта аббревиатура немного другое напоминает. Фотошоп. Ваги, ваги. Хиси-миси. Давно хотел это попробовать. Эти девчонки в своих ASMR-ах всегда это так аппетитно едут. У них поки или как они называются? Блин. Хоф, я та самая смеш. А как они называются, эти правильные штуки? Это вкусно? Я думала, это не вкусно будет. А это вкусно. Причем карамель не перебивает вкус фрукта. Овощи, ягоды. Все перебрал. Сейчас с виноградом попробую еще. Так стекло реально как будто ешь. Прикольно. Для меня в поездках, для меня в поездках реально очень важна еда. Вот еда в том числе. Вот попробовать еду, которая у них делается и так далее. Это круто, это очень интересно. Реально прикольный десерт. В целом можно даже и эсочку поставить. Вот я еще иду и просто не понимаю на какой песне сакцентировать внимание. То там BTS, то там Blackpink. Типа все хочется х***ить. Это, конечно, жесть. Проблемы белых корейских девочек. Там BTS, там стрелькица, не знаю, под что подпевать. Макс, отстань. Откуда ты это знаешь? И когда, казалось бы, градус кипопности этого сегмента был на пределе... Куча всего, какого-то мерча по кей-попу. Интересные дизайны здесь. Ту-ту-ту-ту. Очень интересные дизайны. Южно-корейцы прям стебус отблать, Северной Кореи прям вот настолько... Нормально. Что ты попросил? Сфоткать меня на фоне картонных BTS. Тем временем BTS, блядь. А что это? А что это? Стрейкиц какие-то? Ши-и-и-и. Подытожим. Улица, прикольная еда, интересная. Вернулся ли бы я туда еще раз? Ну ладно, разве что, когда чувствовал себя очень одиноко. Ведь с такой толпой скучно точно не будет. На следующий день... Ой, даже не начинайте. Я уже вижу эти булочки. Выпечка прям вау. Красиво. Аппетитненько. Ух ты, блин. Мы нашли какую-то люхари-пекарню, где было просто огромное разнообразие различного рода десертов. И, конечно же, мы попробовали парочку. Вот это хрючево, конечно. Но корейцы тут такое не заказывают. Я, кстати, не видел, чтобы один корейец здесь какой-то десерт взял. Обычно они так... Салатик, либо еще что-то. Для кого это? Для туристов свиньи. Я себе взял какую-то булочку с сыром. Похоже просто на круассан с сыром. А еще такой вот рулет. Очень похож на те рулеты, которые на родительское собрание приносили обычно в школе. Вот такой вот рулет. Но этот, я думаю, немножко повкуснее должен быть. В общем, интересно попробовать. С... 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 Вот вам и хрючево. Ну, точнее, не нас, а Яна. На втором этаже было небольшое скопление папарацци. Конечно же, Ян рванул туда в надежде увидеть какого-нибудь айдола. Но, наоборот, не в прямом смысле. Айдолов там не было. Но зато была актриса. Ханни Ли. Ой, я просто с него падаю. Подумал, что там айдол какой-то. Поэтому там собрались охранники папарацци. Побежал туда сразу. Ну, я просто с него падаю. Ладно, спущусь, посмотрю, что там за актриса такая. Ладно. Расскажи, кто это. Всем радостись. Репортер. Репортер. Позади меня Ханни Ли. Это корейская актриса. В каких фильмах она снималась? Что за неудобные вопросы? Одно из последних. Это пришелец 2022 года. Фантастика. Фантастика. На этом все, да? Репортер заканчивается. Также у нее есть Эмма, цветок, что распускается по ночам. Мистер и Миссис Икс. В общем-то, очень много фильмов. Ханни Ли. С вами был Ян Рейзен. Спасибо. Мистер и Миссис Смит. Это это, что ли? Мистер и Миссис Смит. Вот актриса. Вот эта актриса. Так, пи***, вот этого мелкого убрать. Видишь его, да? Ага. Гуляем по улочке, а здесь вот такой вот магазин интересный. Прикольно сделано, оформлено. С таким вот интересным оформлением. Вот они эти корейцы. И вот, смотрите. И вот что-то придумывают, малякают здесь что-то. Красиво. Не малякают, а дают искусство. Ну, никто не спорит. О, смотри, есть футболка. Я люблю Гонконг. На одной стороне всякие фэнси магазинчики, а на другой чей-то дом. Не знаю, уютно, уютно. Мне нравится, как выглядит. Вот как-то по-уютному, по-хорошему выглядит Корея. Кружная. Мне больше не нравится, чем Гонконг виды. Ну, пока я по-видимому его судил. Но Гонконг мне пока больше не нравится. В Гонконг судил. В Сеуле. В Сеуле? Здесь в Сеуле? Не могу с этим поделать. На налог. Не на налог. Ну, а дальше мы отправились в район Хонгде, который также славится своей атмосферой, инди-музыкальной культурой, клубами, караоке и прочими развлечениями. А отправиться мы туда решили на метро. Первый раз в корейском метро. Ну, на первый взгляд похоже на пекинское метро. А еще похоже на питерское, если бы наконец-то достроили все те ветки, которые обещали достроить еще 10 лет назад. Ну, это классная тема, то, что закрывается этим. Вообще не Саша ставит там. Прикольно. Нет, тут классно. Чем точно напоминает наш Майдан Независимости, Майдан Незалежности в Киеве. В свое время там было тоже очень много всяких штук, какие-то микроконцертики, там кто-то танцевал. Сейчас, знаете, это вроде принесли на другое место. Где-то в другом месте начали тоже такие тусовки проводиться. Ну, как и мере, до войны и так далее. Не знаю, сейчас как-то там вообще. Ну, было классно, было прям очень уютно, очень классная атмосфера. Я сейчас говорю, я скучаю за таким. Очень скучаю за вот таким беззаботностью, что ли. Короче, вердикт такого, это, Хонде на минималках. Тут много шматя всякого, какие-то алиэкспрессного китайского еды. Так, я снимаю это преступление. Я снимаю. Люди идут, он едет. И не спасет себя кролик на двери нарисованный. Я просто буду документировать такие вот вещи, такие преступления. Бандюхана, бандитов. Интересно у них тут, кстати, пешеход, ой, переходы пешеходные. С разных сторон можно перейти дорогу. Необычно. Мы внезапно решили сходить в боулинг, благо он 24 на 7 здесь. О чем тут явно намекает в вывесках? Очень даже симпатичненько. Макс попросил снять его. Макс сейчас бросает. Это так, я пошутил. Это сейчас будет с Мари-класса. А ну давай. Хорош, хорош. А он реально был неплох. Капец, он жесткий. Давай, Настена. Я не делаю. Настена Бурчеладзовна. Я тоже пошутила. Тоже пошутила? Я тоже шучу просто. Шутница, шутница. Синьорика. Давай, Олега, бросай. Тоже шутить будет? Не в прямом смысле, я помню, как ты бросил один раз. Чуть не пришибла всех. Давай, сейчас получится. Ой, тихо, тихо. Сейчас получится. Давай, ура. Олег тоже пошутил. Мы вообще на самом деле пришли сюда с другого места. И мы очень хотели выпить соджу. Здесь это очень распространенный напиток, да? Знаете? Но в том месте, где мы находились, там нельзя было со своими напитками. Поэтому мы купили соджу в местном супермаркете. И я перелил ее в такую вот бутылочку от воды. Поэтому у меня вот здесь волшебный напиток. Из-за которого на следующее утро мы не могли вспомнить, откуда взялись эти фотографии. Ладно, шучу. Мы не бухарики. Так, слегка тяпнули и все. Нормально. Зоса, ребята, можете позорить. Покажи. Покажи туфельки. В какой-то момент это все начало выходить из-под контроля. Поэтому мы пошли в отель спать. Угадайте, куда мы пошли на следующий день? В гребанный парк аттракционов. Итак, мы пришли в какой-то парк аттракционов. Какую молитву ты знаешь? Ребята все нас с Олегом пытаются запугать какой-то горкой, которая типа страшнее даже, чем Великолукс и Мескомбинат у нас в Питере, да? Конечно, а он вообще у вас... Лиса, лиса. Короче, ребята запугивают нас с Олегом, но мы не подадимся этому. Ой, это так миленько, вообще круто. Нормально. Я знаю, что ты знаешь. Я больше не вспомню о тебе. Не пиши мне даже с твоими сними. Давай-давай-давай. Ой. Вспомню, где меня остатут здесь. Я с... О, ну вылет... Довольно. Ребята, собираемся, пойти сюда. Вот глупцы. На самом деле, я тоже раньше был фанатом подобных болтушек-болтающих. Но после того, как я посмотрел компиляцию видеороликов с крушением подобных аттракционов в разных точках нашей планеты, что-то что-то переселкнуло, и я перестал любить подобные аттракционы. Там кто-то уже понял весь смысл этого аттракцион. Веселятся они там. Весело им, значит. Да ничего, сейчас я им покажу. Вот что такое веселье, настоящее. Ну ладно, она достаточно высокая. И крутая. Ну, в плане, спуски крутые. Ну, высокая она, быстрая, страшная. Это уже все не важно, потому что именно в сегодняшний день она была на техобслуживании. А мы только из-за нее ведь в этот парк ехали. И ехали мы два часа на такси. Мы немного расстроились, но не отчаялись и пошли на другую, водную горку. Не знаю, можно ли тут снимать? Ой. Да. Окей. Ой, понятно. Ой, такой кадр какой. Я никогда на такой не катался. На водке такой. На водах мы пиздец мокрые будем. Какие вот леса амазонки. Красивые. А что, мы задом что-ли поедем? Не нахрен поедем. Задом. Задом. Что, блин? Мы задом едем! Это все? А это что было? Это все? Не, не, не. Эээ. Ну, ребят, навело. Задом? Нет. Это вот сейчас мы и были задом. А вот это сейчас мы и будем передом. Ну да прикольно, тогда жарко. На этом фото мы видим Ни х**а мы не видим Беспрашного корейца мы видим Которого Альяжно достал телефон и прямо в момент спуска Начал записывать кружочек в Телеграм Мне нас туда спасть Благо лицо Насти и Олега Видно на все сто Эмоции непередаваемые, конечно Последующие два дня были последними В нашей совместной поездке Сначала улетели Настя с Олегом А уже на следующий день мы с Яном Так как мы оба из Питера, мы летели другим рейсом Не, ну классно, классно Корея Я не успел распробовать ее за эти пять дней Если честно Тут, конечно же, еще играет роль тот факт Что я не являюсь прям таким поклонником Корейской культуры То есть я не смотрю корейские сериалы Я... Ну ладно, кей-поп я могу послышать Но и то только в формате ремиксов в основном В общем, у меня достаточно сдержанное отношение к Корее Как и ожидания, которые у меня были Тоже сдержанные И которые, в принципе, оправдались Вау-эффекта не произошло Но я не сказал бы, что мне не понравилось Поэтому крепкий среднячок Девочки, это п***ец Происходит определенное соблюдение традиций Путешествие не может закончиться чем-то стандартным Да? Обязательно какая-то п***я должна приключиться Так вот, в этот раз Наш рейс задержали Первый рейс Так как мы летели транзитом Трансфером Бл***ь Я уже запутался в этих терминах О, летит, летит Да, ты посмотри Это могли бы быть мы Бл***ь И так как наш первый рейс задержали Мы опоздали на второй Соответственно, мы не полетели сегодня домой Ааа Но ничего, нам предоставили отель В принципе, неплохой отель И появилась небольшая возможность Посмотреть голоском на Шанхай Помните, в самом начале видео я говорил Об еще одном городе, который мы не планировали посещать Но нам пришлось Так вот Этим городом и стал Шанхай Ага Нам пришлось остаться там на один день Поскольку рейс перенесли на завтра Мы не стали терять время Поехали в центр И офигели Буквально за одну ночь Шанхай сумел удивить больше Чем Пекин за все 4 дня пребывания Обалдеть Если честно Вот это уже больше похоже на тот Китай Который был у меня в голове Просто Пекин как-то совсем не впечатлилась То есть надо ехать Шанхай буду устать Можно сказать Перед тобой китайский мегаполис В котором кипит жизнь Развивается экономика На заводах производятся айфоны В общем все с чем ассоциируется Китай Ничего страшного Будет повод вернуться Когда-нибудь Серьезно Это в Шанхае Играя Толджей Чего Ну вот и подошло Наше путешествие К концу Было круто Было весело Было неожиданно Во многих аспектах Надеюсь что вам было интересно Прикольно Удни очень интересно Если да То поставите на канал Чтобы не пропустить новые И чекайте плейлист С флагами Из Таиланда и Японии Ребята ссылочка на канал в описании Приходите подписывайтесь на Брайан Мамса Подписывайтесь на мой канал Мне было бы очень приятно Всех люблю ребят Всех целую Всем пока